Первый канал переврал сам себя. Там заявили, что отец Вадимира Путина погиб за 10 лет до рождения сына. Как один фейк кремлевской пропаганды на самом деле стал обратным отчетом правления самого Путина? Совершенно очевидная вещь, неочевидная для 87% россиян. Читаем глубже и между строк. Российский телевизор начинает предрекать смену власти в России. Кто на самом деле стоит за сменой риторики пропагандистов? И почему мы наблюдаем все чаще очень странные фейки агитмашины Кремля? Вечерний выпуск новостей на Первом федеральном канале не предвещал ничего сверхнеобычного. Как вдруг нечто странное затаилось в информационной бегущей строке. Давайте еще раз и внимательно посмотрим, что пишут пропагандисты для своих зрителей. Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо. Простая логика разносит в прах такие сообщения. Судите сами. Путин родился в 1952 году. А вот прорыв Невского пятачка случился за 10 лет до этого. Казалось, российская пропаганда достигла вершины вранья, которые не постижимы ни логике, ни здравому смыслу. Но давайте попробуем разобраться, а зачем федеральному телеканалу столь глупо врать о российском президенте? СМИ, вот эти традиционные, скажем так, системные, государственные, они контролируются спецслужбами российскими. А с учетом той политики, которая сейчас проводит спецслужба, это уничтожение армии как своего политического конкурента. Важно учитывать, помнить и не забывать. В эфире российского телевидения просто так ничего произойти не может. С этой точки зрения рассмотрим, как там мог зародиться столь нелепый фейк об отце Владимира Путина. Контролирует и координирует работу федерального телеканала Служба безопасности России. С этого постаёт логичный вопрос. Зачем ФСБ подставлять Путина? Вот такими сюжетами делаются короткие такие намёки, что, мол, человек самозванец. Цель дальнейшее переформатирование Российской Федерации, превращение её в Россию, и сквозь фашистского режима, в совершенно настоящий фашистский, с полной и безраздельной властью спецслужб, то сейчас Путин, он выполняет функцию буквы «З». Война России против Украины оголила и обострила внутреннее положение дел России. И именно Путин в финальном итоге может стать виновником всех бед страны. То есть из него сейчас степят Николая Второго Реального. Ну, например, украинские войска отвоевали изюм. Что делает Путин в это время? Он открывает какое-то колесо обозрения. Вооружённые силы Украины отвоевали Херсон. Он вообще никак не комментирует. В то же время ФСБ структура крайне безликая, в отличие от Путина, у которого есть власть и авторитет. По сути, сейчас вот этот образ, который вылепливали 20 лет, такого жёсткого, прагматичного политика, даже жестокого иногда, сейчас они его хоронят, по сути. Последние месяцы и, правда, отдельные медийные личности всё выше поднимают головы и начинают критиковать власть. Пока, правда, обобщённо. Сейчас его будут уничтожать сначала военкоры, которых там около 500 насчитали, которые уже там много вопросов задают. А потом и казённые пропагандисты, которые получат спущенную сверху методичку и будут уже методично его мочить. Но все понимают, что власть в России – это Путин. И обратите внимание моментами, как будто случайно не сдерживает себя даже прима пропаганды Ольга Скобеева. В самом деле рассчитывать на новые победы невозможно. Ну и возникшие проблемы со снабжением армии, в том числе боеприпасами. Медийное поле России загорает первыми угольками грядущего большого пожара. И неизбежная смена власти может стать не финалом, а только началом ещё более тёмных времён, которые готовят российские спецслужбы. Они пытаются упаковать вот этот негодование, по сути, превратить его в управляемую революцию, но под видом солдатского бунта. Потому что никакой либеральной революции в России не будет. Все либералы уехали, их просто вычистили, выскоблили. А вот этой мобилизацией частичной, так сказать, ещё и выгнали людей, которые там что-то, какое-то своё мнение имели, что-то зарабатывали. Наиболее продуктивный думающий класс, его просто выгнали за пределы России. И остались, по сути, патерналисты, силовики. И вот эта солдатская масса, которая криминализуется сейчас активно. И вот, управляя вот этой массой, спецслужбы, хочет, по сути, провести революцию. Но революцию такую очень жёсткую, жестокую, отстранив от власти олигархов, отстранив от власти армию, которая являлась прямым силовым конкурентом, по сути, толкнув её на так называемую специальную военную операцию, в ходе которой украинская армия просто её должна уничтожить. Но это потом. А прямо сейчас мы стоим свидетелями, как российская пропаганда начинает отрабатывать, казалось, самый неожиданный объект российского президента. Вот такой сюжет – это один из. Потом ещё будет много других сюжетов. Сегодня он слуга олигархов, самозванец. Ну а потом уже в полный голос будут говорить о том, что это агент иностранных разведок – американской, китайской, турецкой. Тотальные провалы российской армии измельчают её авторитет на ноль, оставляя единственного сильного игрока федерации. Это ФСБ. Там это понимают и готовят новое будущее для России, предписав для себя ключевую роль, как вы понимаете, без Путина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok